привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть вскорим дракона рожденный dragonborn с этой серии мы играем с неофициальной локализацией от ребят с сайта elderscrolls.net ссылка на тему в описании пока что этот перевод не вышел еще в массы то есть мне предоставили тестовую версию которая еще не отшлифована но по большей части уже все готово в описании ссылка на форум если вы увидите какие-либо проблемы косяки в переводе отписывайтесь пожалуйста туда поможем сделать локализацию отличный пока что я честно говоря не вижу никаких нареканий но я только что начал играть в общем вот полностью переведенная игра сайт ой сайт говорю квест дракона рожденный жители вороний скалы то есть рэйвенрок переводится как вороний скала понятно слышали имя мирок и сказали что у него есть храм в центре острова мне нужно найти его и выяснить почему он послал людей убить меня и по-прежнему находимся в этой башни которую нашли в конце предыдущей серии давайте убираться отсюда по большому счету мне сейчас знаете а что вот это за подземелье может нам сюда зайти почему бы нет по большому счету мне охота вернуться обратно в тот первый город посмотреть там уже то есть пообщаться по-нормальному потому что теперь то все уже на нашем родном великом и могучем но растут такой непонятный курган или что это я думаю стоит его посетить потому что с карим она богата именно интересными каверными то есть данжами событиями во вливине этого не хватает и там подземелья довольно скучные и такие дженерик то есть абсолютно все там стандартно и без каких-либо интересных событий а вскоре им всегда было на что посмотреть внутри таких локаций давайте следуем смотрите как задувает это круто я думаю здесь тихо нашли врага нужно помаленько вспоминать управление ну что мародер кончился и в этой игре кстати надо быть осторожным потому что отличие от того же обривина я все от него отталкиваюсь здесь враги могут услышать я голоден хочу пить крови а здесь похоже их добыча руки похоже это те люди которых они обворовали убили так что мы в своем праве убивая хотя в принципе меня это никогда не волновало попков персонаж довольно циничный так там еще один нас похоже или это труп лежит совсем понятно да это труп они жгут трупы какая же вы падали мать вашу за ногу офигеть на это драукры выжжете драугров видимо у вас с ним была проблема я кстати не понимаю откуда здесь драугры то есть драугров мы встречали вскоре имя это были именно нежить норды а тут они почему хорошо давайте достанем арбалет у нас не так чтобы очень много болтов но пока что повалуем вот один у нас братью не так подожди справа кто-то ходит можно нарваться нет вроде спокойно все насколько я помню когда до задерживаешь дыхание замедляется и время так ну ладно получи пока главарь шайки это может быть опасно у меня так и не заметил сейчас то пойдет блин отвыки от места механики хорошо валим хорошо быть крайне скрытным особенно когда ты видишься вампиром и скрытность зато стоят вообще в разы они просто не поняли откуда это все летело так нас с тобой думаю попроще будет изучился смотри какие сильные пока что арбалет себя не оправдывает с трех стрел убивать с трех болтов это не очень круто хотя и очень зрелищно согласитесь это было по-моему шикарно но пожалуй мы лучше вернемся к бичу драконов и бритве мируноса по большей части мы будем действовать даже бритвой потому что так неплохо золото интересный крутой шлем кстати говоря жалко что это тяжелая броня не люблю тяжелую как-то темно так ну и хорошо что мы тут делаем вообще мы просто навещаем эти места здесь похоже больше никого нет просто можно пошурудить в награбленном стрелы золото и фритовый обруч это нам не нужно да арбалет какой-то не сказать что сильно впечатлил с другой стороны у нас есть лука уриэля можно пострелять фалмерскими стрелами посмотрим что из этого получится но он же у нас по моему тоже не особо прокаченный то есть не сказать что что-то нас ждет хорош да просто урон 32 а мой где блин насколько я отвык от игры это обалдеть короче говоря что у нас комоде головной убор я думаю нужно возвращаться отсюда здесь мы ничего особо хорошего не найдем еще подожди здесь где-то у меня был свет только не помню чтобы осветить темные углы как я это делал ладно потом вспомним темень конечно полнейшая пепельный богат батат что это такое какой-то корень выглядит не очень аппетитно я бы сказал нафиг так здесь есть дорога дальше о пауки ненавижу пауков хорошо что за книга владение скорима справочник старшего офицера для офицерского состава имперского легиона офицер империи добро пожаловать этот справочник вручен тебе дабы помочь тебе твоим подчиненным лучше разобраться в географии скорима понятно читаем на паузе потому что сейчас мне честно говоря я люблю такие дела зачитывать вслух и людям это нравится но сейчас мы только начали поэтому лучше мы пока обойдемся без длительных чтений больше уделим внимание самой игре потому что это на данный момент гораздо более интересно так а все мы тут дальше не пройдем да по крайней мере я не вижу в этой теме ничего вроде как это похоже на дверь на какой-то секретный проход где же у нас какой-нибудь рычаг возможно от это дернуть нет балин я бы с удовольствием сюда зашел возможно мы сюда придем по квесту если что напишите в комментариях что я делаю не так учитывая фирменную внимательность вполне возможно что я просто что-то не увидел какой-то рычаг и что-то в этом духе ладно ну а пока мы уходим неплохо так исследовали поностальгировали убили местную падаль хорошо давайте возвращаться в город посмотрим что у нас там солстый мне кто-то сказал что морровинд вернее солстый им это не морровинд это самый край морровинда граничащийся с аскаримом мы здесь были в дополнение к морровинду под названием кровавая луна то есть блат мон так давайте быстрым перемещением то есть начнем все самого начала как мы отсюда прибыли у этой в общем давайте отсюда смотримся потихоньку поговорим с местными а потом уже отправимся на тот остров где нам говорят что-то нужное для нас есть я думаю не обязательно двигаться по основному сюжетному квесту потому что очень много всего интересного и без этого кстати говоря мне посоветовали установить high-resolution текстур пак но я в первой серии че сказал что он установлен поэтому текстура тут вполне себе удобоваримые если раньше этой особой роли не играл то full hd чем чуть-чуть текстуры тем интереснее смотреть конечно же на картинку я имею ввиду да и очень долгие загрузки фрапс ты серьезно нагружаешь систему хорошо где мы тут находимся он где-то там мы прибыли по моему да вот она теперь давайте поговорим это похоже знатный дом какой-то да не забуду когда выйдет локализация не обязательно размещу ее ссылку в описании пока что советую следить за формам адрес у него тоже в описании там будут последние новости ориентировочные даты выхода говорят что 9 10 число мейтвейн подожди я зайду в поместье морвейн что что-то может быть интересно же надеюсь ты не собираешься устраивать неприятности чем могу тебе помочь ничем как видите стандартные фразы охранников они даже здесь в этом дополнение на русском знаешь кого-то по имени мирок ну да где ты слышал это имя что же ты потеряла и он был на корабле с стройки сквозь сам пилот поддам тэнг санк райт афа костер салтан конюна джин откуда ты знаешь он это села совать пункт холл луэчу рейдинга конец хэнзи не и полхидайд и тода венгард оба рек он он но это очевидно ну посмотрим смогу ли я достать эту книгу для тебя thank you you have no idea how much it hurts losing such a precious heirloom my husband is second counselor so i certainly had the means to reward you if you find my folio ну это главное движущий что у вас тут происходит и i was concerned about our food stores jalan can only carry so much on each journey and i'm afraid we might run out i'll speak with garen and see if we can't increase the crop production this season sorry cinderi i fear we'll be feasting on ashyams a bit more often this year понятно переходите похоже на местный аналог картошки потому что с продуктами беда он сталкивается на место на место на место на место на место расскажи о доме не слышали о доме мы мы на место больших домов и мы ведем кунсел правительство Морровинда совет то есть ярлов здесь нет это не скайрим а группа и инфлюэнчилл дунма фамилии глина как-то все это сложно как-то все это сложно название насколько удивительно да ничего могу сказать что что перевод просто великолепен тихо 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 и быстро быстро свет никто не заметил как я поэтому скучал яблочный пирог где ты пища все я счастлив там нет ничего интересного так хорошо давайте выходите отсюда видите с мириком что-то странно все помнят о нем но никто не помнит откуда блин то знаю я да мне нехорошо но в принципе это никаких особых штрафов не дает мне просто вид болезненно становится не то что обливин так ну что у нас там по карте вообще нам похоже нужно двигаться куда-то очень далеко ооо нас ждет интересное путешествие но я думаю двинемся на него мы уже к началу следующей серии а пока что следуем город тут интересно необычно все посмотрите родовая гробница прямо в городе круто архитектура такая округлая прикольно да здесь запустение нечасто сюда народ захаживает но свечки кто-то возжигает похоже не особо хоронят да скорее сжигают своих усопших родственников но да пепел остается тут навеки вечные кого-то похоже недавно отпели или может это самый почетный член семьи ладно выходим в солстей да знаю я да 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 так и пойдем в самый крупный дом похоже что это за стена такая интересно храм вообще как-то пасмурно ух ты здравствуй святоша а что за родовая гробница а что за родовая гробница почему вы не могли использовать гробницу почему вы не могли использовать гробницу за зазвокую монету я могу очистить гробницу за звонкую монету конечно же спасибо пасмур это будет мастер здесь этот ключ должен открыть дверь ты знаешь кого-то по имени мирок хм звучит как что-то из мечты и смерти может быть более что за сон что за сон а риммера темпу он салстайм а мы видели в предыдущей серии это это песенский какие-то непонятные рабы а как данмера храню хоронит мертвецов да мэра стасан дэр и мертвец ну уходи мертвец уходи и 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 так и и и и кто такие возрожденные так хорошо давайте мы возьмем вот это вот очистить родовую гробницу хотя пока выключим потом фолиант еще надо надо будет купить себе местный лук я думаю тут интересные варианты оружия его маленько расточить или самому собрать лук так нам похоже пониже нужен да ты посмотри как красиво и необычно опять же это у них вместо картошки так понимаю пепельные бататы кстати похоже на potato батат ладно давайте пойдем вниз поможем в их проблеме наше дело все же не горит от нас они никуда не убегут этот мирок он уже все равно подписался смертный приговор посмев напасть на нас я бы не стал честно говоря спать в таком месте поблизости от дверей туда где обитает нежить ну что давайте осмотрим вон я уже вижу там кто-то бродит попробуем сначала арбалетом поработать так сохранимся ну чё то судя по виду скорее всего ничего хорошего нас из этого не выйдет ох какие вы жуткие елки-палки и по на мать это похоже окей ты на роликах что ли вы видели это же это капец слишком много нет тихо тихо я их боюсь почему-то да придется резать рубить но болен так у меня проблемы надо бежать короче тихо ребята серьезные ребятки так то вполне под мой уровень ну конечно не конкурентах еще есть по-любому смотри еще встают так познакомьтесь с драконорожденным твари да сколько вас там там вообще серьезный товарищ нужно уничтожить его первым делом истязатель это жуткий да сдохнет уже ну тихо ребята как меня подкинуло хорошо блин и руки-палки это посмотри это будет довольно сложно нужно быть аккуратнее просто действовать пока что у нас хорошо не хотите по-хорошему будет не по-хорошему так дернивир это по-моему дракон спектральный ассасин неприятно так сейчас это пройдет мимо меня жуткий тварь вот что такое вообще бетезда ты все-таки делаешь крутые игры но такие сырые я думаю еще не один патч будет и как не с вами разобраться не подберешься постоянно смотрят друг на друга ну мать тихо ничего не было ой зачем я это сделал не было такого тихо тихо блин челлендж появился это круто по-своему просто неожиданно ты посмотри тут опять на роликах один рассекает быстро бегут еще тихо а как и за работу я думал сейчас и гребет по страшного просто видали мы что с тобой сделаю да я не тебя бил так сначала с тобой разобраться а потом уже более-менее будет нормально все короче это что-то сразу сродни военачальником драугров очень сильные твари я так понимаю все один остался я думал конечно будет подземелье побольше ну ладно нашим легче тихо опасные ребята а вон еще дверь какая то есть еще еще столько же что-то я делаю не так понятно ну блин интересно здесь тоже сам ты посмотри кругом нежить встала до возможно мне нужно что-то состязатели поднять их уже набежало столько же а какие извини пилотроде какая пакость тихо уходите так но это вообще ничего нет то нет смотря не возрождаются сколько им влезет там тоже двери есть странно как же вас упаковать то так еще сохранимся возможно где то здесь есть источник этой беды хотя нам указывают туда по крайней мере осмотримся смотрю все подземелья они связаны между собой да где то я же слышу тебя ничего невидимые что ли мне похоже там в прахе если я сейчас появлюсь то они полезут так но нам по-любому указывает куда-то сюда наш квестовый маркер так очистить родовую гробницу храма от пепельных отродий давайте попробуем еще раз давай иди сюда родной тихо не показался еще кто-то лезть опять смотри а вот и все понятно то есть ларчик просто открывался ну это было неприятно извините ребята мне пора вполне себе так дадут любому угля ну что пойдем порадуем старейшин да на этом на сегодня будем заканчивать а следующей серии двинем дальше я чувствую хотя в принципе возможно здесь что-то и нарисуется интересно еще мне не очень нравится эта броня в ней поп-коп грузный в этой конечно защита похуже но и выглядим мы по эпичнее гробница храма зачищена гробница храма зачищена я надеюсь что вы не сильно угрожаете в руках этих грунтых людей пожалуйста пожалуйста accept this token my золото 1000 неплохо спасибо тебе что выходим в солсты сейчас нас опять обожжет солнце блин это круто вообще пока что это дополнение это прям такое ох хорошо обожаю эту игру одна из любимых игр последнего времени да если почему не такие долгие загрузки интересно как это исправить перераспределить нагрузку там на несколько ядер потому что такая фрапс оно как-то похоже неправильно распределяется ну что давайте на этом заканчивать мы выполнили свой первый серьезный квест могу сказать что со сложностью в этой игре все нормально то есть несмотря на то что персонаж довольно силен нам временами вполне могут настучать перед нами огромный огромный мир в котором нас ждут еще куча интересных событий надеюсь вам понравилось надеюсь вы также рады вернуться сюда с вами был артур повторю еще раз спасибо тем людям которые переводят игру ссылка на их форум в описании можете следить можете комментировать в теме на этом все увидимся с вами был артур всего хорошего пока 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 я